К нашему эфиру присоединяется начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Виталий, здравствуйте. Рады вас видеть. Слава Украине. Героям слава. Виталий, ну мы понимаем, что враг пытается блокировать Авдеевку и захватить Марьинку. Об этом говорил и начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврического направления полковник Алексей Дмитрошковский накануне. Расскажите, какая сегодня ситуация в городе, как прошла ночь и сколько было обстрелов и атак? Ночь прошла так более-менее спокойно. Были какие-то одиночные, хаотические обстрелы по старой части города, по центральной части города. Массированных обстрелов ночью не было зафиксировано. С утра уже были обстрелы системы РСЗВ град. Танковый обстрел был один. Ствольная артиллерия тоже дважды обстреляла город. Были такие массованные обстрелы. Какое-то непонятное немножко снижение количества обстрелов и по городу, и по позициям мы наблюдаем буквально за вчерашний день. Виталий, было много разговоров на этой неделе. Заявление о том, что у оккупантов то снарядный голод, то этого снарядного голода уже нет. Артиллерия и боеприпасы переданы. Все же вы отмечаете некое снижение этой интенсивности обстрелов. Да, снижение есть. Но судя по тому, что количество штумовых действий, количество атак, оно практически не меняется. То есть оно не снижается. Ну, было там 35-40, стало 30-32. То есть это не особо снижение идет. Это говорит о том, что, скорее всего, они держат линию в напряжении и концентрируют, есть данные разведки в районе Верхнеторецкого, концентрируют они серьезную бронегруппу. Ну, и, наверное, по этой же причине и определенное снижение количества обстрелов и по позициям, и по городу, скорее всего, они пытаются просто это дело немножко накопить, чтобы потом, скорее всего, с участием этой бронегруппы, о которой мы действительно знаем, она есть, она формируется, она накапливается. Все-таки какой-то очередной, наверное, акт, не знаю, контрнаступление, великое контрнаступление, как-то не так его называют, скорее всего, к этому все и подводится. Ну, по количеству обстрелов, если еще несколько дней назад у нас в среднем в городе 30-40 обстрелов за сутки осуществлялось, то за последние сутки чуть меньше 20. Если по позициям около города в среднем 250-300, 350 иногда обстрелов за сутки, то за прошедшие сутки чуть меньше 200 было. То есть, ну, сказать, что это полное затишье и, опять же, снижение, ну, да, количество обстрелов, да, количество авиаракетных ударов тоже, оно тоже снизилось. Сейчас мы это видим, если раньше, там, до 20 авианалетов по направлению в сутки иногда было, то вчера, допустим, 4 авианалета всего лишь было. Но, опять же, повторюсь, не снижается количество атак. Вот мы сейчас показываем кадры из Авдеевки, видим, как разрушены дома, это многоэтажные дома, они сложены буквально. Скажите, вот эти авиаудары, они наносятся в том числе и просто по многоэтажным жилым домам? В первую очередь, да, они бьют по, скажем так, по промзоне в большей степени и по, именно, ну, по высотным, как админзданиям, так и по жилым домам. А уточните еще, пожалуйста, из чего чаще сейчас обстреливает город армия оккупантов? Мы помним, что раньше были и зажигательные снаряды, и кассетные боеприпасы. Накануне спикер восточной группировки войск Сергей Череватый говорил, что оккупанты уже используют модернизированные фугасные авиабомбы ФАП-500. Есть такие случаи, да, фиксируемые ФАП-500 были у нас, они модернизируются, но делают такие, как крылья на них, то есть и вешают ГЛОНАСС-ГПС-датчики, то есть это позволяет им, ну, скажем так, очень точно бить, куда они направляют эту авиабомбу. ХАП-59 очень часто авиаракету они используют. Что касается, ну, вооружения другого, да, это грады разных зарядов, как кассетные флешеты, так называемые, так просто ракеты, грады зажигательные элементы используют. Танковые обстрелы, минометы, ствольная артиллерия, там, понятно, 152-го калибра, как правило. Были зафиксированы не единожды случаи, когда они забрасывали при помощи беспилотников в окопы гранаты со слезоточивым газом. Ну, их, как бы-то называют химическими, но это просто слезоточивый газ. Да, и, Виталий, самое страшное, что во всех этих условиях там еще, в Авдеевке, остаются дети. Первого апреля в Авдеевке случилась очередная трагедия. Погиб пятимесячный мальчик и бабушка, а родители тяжелораненые, они отказались от эвакуации. Больше недели назад оставалось, по информации в открытых источниках, шесть детей. Нашли еще троих ранее неучтенных. Изменилась ли на сегодня ситуация? Изменилась на сегодня в городе четыре ребенка. Ну, знаете, это какие-то такие шпионские у нас истории. Это, в кавычках, спецоперации. Это идем на хитрости, ну, выманируем их там. Ну, знаете, не было бы так смешно, если бы не было так грустно. То есть, буквально несколько минут назад общались с начальником полиции нашей. Нашли еще одного ребенка сегодня. Нашли и пытаемся. Уже там представители полиции были, разговаривали с мамой. Чуть позже поедут волонтеры. Мы планируем к ним опять поехать. Вот наотрез не хотят выезжать. Хотя вот, ну, вот мое мнение, у меня к ним нет, к таким родителям вообще нет уважения. Лично у меня нет к ним уважения. Те отговорки, о которых они говорят, ну, все свидетельствует о том, что, ну, в большей степени это остались люди-ждуны, которые ждут прихода там какого-то непонятного мира, там, русского мира, недорусского мира и так далее и тому подобное. Ну, я искренне им в глаза даже говорю. Вы не люди, вы убийцы. Вы просто убийцы. Вы, вот, сидя в Авдеевке, опять же, этот случай, о котором вы напомнили, да, действительно, за два дня до этого полиция была, уговаривали маму. Поэтому она отказывалась, ну, видео во многих телеграм-каналах было именно этой мамы, этой женщины, которая сейчас, находясь в Покровске, уже сейчас ищет себе в больнице, не с мужем, ищет себе жилье в Покровске или в Мирнограде. Вопрос, почему нельзя было сделать это неделю назад? Вот, ребёнок погиб, да, сейчас они вдвоём с мужем ищут жильё. Хотя на том видео она чётко говорила, это мой дом, вот я никуда отсюда не поеду. Сейчас нет ни дома, ни ребёнка, ни бабушки, и всё равно, вот, как бы-то, они сейчас ищут здесь жильё. Виталий, это ведь не первая история, да, мы неоднократно вспоминаем девочку, шестилетнюю Элю, у которой сердце не выдержало, был большой этот букет болезней, бабушка с дедушкой точно так же держали этого ребёнка там в Авдеевке. В целом, сколько детей уже стали жертвами? Есть ли какая-то статистика? Или пока вот эта трагическая статистика, это два человека? Статистика есть, слава богу, это не какие-то десятки случаев. Ну, каждая отдельная взятая история, каждая отдельная, это жизнь ребёнка. Это очень, ну, меня, я всё в этой жизни видел, многое видел за 9 лет на войне, то есть ко всему можно привыкнуть, но когда идёт речь о детях, к этому невозможно привыкнуть. У меня каждый раз эта история с детьми, она меня, ну, не выбивает из колеи, но эмоционально она меня дёргает очень серьёзно. Скажите, а сколько в целом людей в Авдеевке на сегодня остаётся, если не учитывать четырёх детей? Чуть меньше двух тысяч. Есть у нас две цифры. Одна официальная, как мы её называем, это люди, которые получают гуманитарную помощь, они пишут все заявления. 1830 таких людей, ну, и есть часть людей, которые принципиально не ходят получать гуманитарную помощь, ну, порядка тоже где-то 100-150 ещё в городе есть, поэтому чуть меньше двух тысяч в городе ещё людей остаётся. Ну, едут, потихоньку эвакуация осуществляется, практически каждый день мы вывозим 3, 7, 9, 12, 14, максимально было пару недель назад у нас выехали 25 человек за день. Виталий, уточните, вот была информация о том, что ещё в 21 громаде остаётся также и дети, и взрослые, и в Очеретинской, и Торецкой, Угледарской, Марьинской, Кураховской, Часояровской, Звановской. Как удаётся сейчас вывозить всех этих людей? На каком транспорте всё это вывозится? Тяжела ли спецоперация по вывозу и эвакуации мирного населения? Ну, понятно, есть громады, которые более спокойные, в них попроще. Есть громады, которые, ну, допустим, как Авдеевская, часть Марьинской громады, Угледарская громада, та же часть Очеретинская, часть Торецкой громады, которые населённые пункты ближе к линии фронта. Там, ну, понятно, всё очень сложно, постоянно под обстрелами. Вот даже если мы вывозим людей из Авдеевки или детей, мы едем через несколько сёл Очеретинской, соседней громады. То есть эти сёла каждый день под обстрелами. Каждый день ракетные удары по этим сёлам осуществляются, смерчи, ствольная артиллерия. То есть в большей степени стараемся вывозить на бронированных капсулах максимально как-то находя промежутки между обстрелами, чтобы минимизировать вообще хоть какие-либо риски. Да. И мы видим ежедневно, да, в сводках генштаба вооружённых сил Украины Авдеевка, Марьинка, Бахмут. Вот если говорить ещё о Бахмуте, мы понимаем, что российские оккупанты не оставляют попыток захватить этот город. Сейчас они ведут возле города так называемую прорывную операцию. Об этом рассказал спикер восточной группировки войск Сергей Череватый. Видео, которое распространяет вот ещё и медийный этот Пригожин с триколором, который он где-то водружает. Что вы скажете об этом видео? Ну, я, в принципе, очень хорошо знаю город Бахмут. Какой-то промежуток времени я жил в Бахмуте, работал в Бахмуте. Мне вот, как бы-то, по видео было очень сложно всё-таки, ну, вот, понять, где он находится. Действительно ли он возле админздания или нет. Ну, вот я лично для себя больше склоняюсь к тому, что видео постановочное и снято где-то вообще в другом месте. Ну, это тактика их, это их стратегия, им нужны какие-то победы. То есть цель – это дезинформация? Да, да. Сколько раз они снимали видео, как они взяли Авдеевку. Вот мы уже на улице в Авдеевке, мы зашли. Ну, кто местный, говорят, так это снималось видео в Спартаке до Авдеевки, ещё там несколько километров. То есть это постановка. А уточните, пожалуйста, вы говорили, что там сейчас где-то под Авдеевкой формируется некая бронегруппа. Из кого состоит группировка оккупационных войск, которая пытается, собственно, штурмовать населённые пункты на Донбассе? Ну, в большей степени это всё-таки кадровые, военные. Понятно, не чмобики в большей степени. Но в то же время мы понимаем, что находясь каждый день на войне и выживший, человек получает какой-то опыт. То есть он учится. Он учится на войне, он учится с колёс. И просто чмобик, он, не знаю, первый день, второй день, третий день. Если он неделю уже выжил, то он уже из чмобика превращается в какой-то более или менее уже понятный там какую-то боевую единицу. Поэтому нельзя их недооценивать и сказать, что вот они все там никакие. Ну, я бы этого не делал. Это в большей степени 136-я бригада. Это 9-й полк морской пехоты. Это та же всем известная интернациональная, как они себя называют, бригада «Пятнашка». На промзоне она стоит, на нашей, на Авдеевской. Есть, понятное дело, там первый армейский корпус ДНР, как они себя называют, но они используются как заградотряд. Потому что их, ну, наверное, их уже очень мало, поэтому их используют. По поводу вагнаров, которые вроде бы как оттянули с Бахмута и готовят на наше направление. Ну, мы тоже об этом все слышали, но нигде они еще не попадались у нас. Знаете, наши бойцы в сюжетах, моим коллегам, журналистам рассказывают, что часто россияне пытаются продвигаться ночью. Но благодаря наличию тепловизоров у наших бойцов, таких вот, собственно, удается ликвидировать. Что скажете об этом? Часто ли идет продвижение в ночное время? Часто. Опять же, все зависит от погодных условий, от грунтов. Вот неделю практически, может, чуть больше. Ну, таких вот особых вещей не было. Почему? Потому что сначала снег был, потом такие обильные дожди шли. У нас грунты на Донбассе очень специфические, они тяжелые. Ты выходишь на грунт, буквально делаешь, не знаю, 10 шагов, и у тебя по 3 килограмма на каждом ботинке. Ну, то есть в таких условиях пытаться передвигаться, тем более ночью, это очень сложно. Были, понятное дело, какие-то единичные заходы ДРГ, но ничем это для них не закончилось. Видимо, что действительно, ну, уже, наверное, недели 3, может, месяц, никакого успеха у них нет. Ни с юга от города, ни с севера от города, тем более на так званой промзоне ардеевской. И расскажите, какие потери сейчас несет оккупационная армия? Ну, опять же, в связи с тем, что грунты, они меньше как бы-то начали там шариться по ночам, то чуть-чуть меньше их там последних пару дней на нашем направлении. В среднем 200-300, это вот стандартно, погибают в сутки. И давайте продолжим еще. Чего не хватает сейчас нашим силам обороны для того, чтобы иметь преимущество над врагом и гнать его на этом направлении? В первую очередь, это артиллерия, это высокоточная артиллерия, дальнобойная артиллерия. Понятно, это авиация, потому что без поддержки с неба очень сложно пехоте. Пехота, это всегда как-то так пренебрежительно относятся, особенно там, ну, вот гражданские, которые не понимают. Действительно, пехота, ну, вот они все вывозят на себе, и им нужна поддержка и артиллерии, и танков, и авиации в том числе. Потому что любой пехотинец, видя самолет, первый вопрос свой или чужой, если видят свои, ну, у ребят сразу поднимается настроение. Поэтому авиация, артиллерия, ну, и, понятно, бронированная техника. А все остальное с бронесылой все сделают. Спасибо, наверное, надо сказать Польше, которая, пускай и мигами, но помогает сейчас авиации Украине. Вчера стало известно о том, что Польша в очередной раз передаст эти самолеты нашим вооруженным силам. Виталий, а вам спасибо большое за вашу работу и за эти комментарии. Виталий Барабаш, начальник Авдеевской городской военной администрации, был с нами в эфире. Виталий Барабаш, начальник Авдеевской городской военной администрации, был с нами в эфире.